господа и примкнувшие к ним дамы здравствуйте мы с иваном и наш подписчик василий благодаря которому мы когда-то делали обзор на просто салан номер один вот виски индийский да он тогда был собственно говоря прислал их два да он присылал и вот этот вариант резерв но в тот раз вариант резерв пока ехал к нам он немножечко протек и этикетка была непрезентабельная чтобы показывать поэтому олег потом спокойно вопрос ты выброс да поэтому я я честно говоря ну я шел к нашему общему знакомому в гости просто я забрал его с собой ну и там компании его выпили но тем не менее василий мне тогда сказал это мне с разрешения василия он сам сказал я горит пришлю еще одну горит лучше чтобы красивая в кадре было и он прислал вот собственно говоря повтор поэтому сейчас мы с вами будем осознанно это пробовать потому что тогда я его попробовал знаешь как осознанно пробовали до этого обычную как он просто был до салан номер один на этот салан номер один резерв резерв но обычно резерв конечно говорится что это что-то выдержанное но но на самом деле здесь по контре те же три года как бы тот та же крепость 42 и 8 может кто-нибудь знаю чем там особенность может просто это маркетинговая уловка индийцев ну да ну а может быть тут может быть тут более больше их содержания их молотовских спиртов я не знаю короче в общем мы с вами будем просто пробовать вот объем 85 конкретно этой бутылки доставка россию российский акцесс давно и цена в россии около полутора там плюс-минус 42 и 8 ну что глинкерны готовы мы тоже попробуй он видишь ты молодец скажут все олег уже пропил еще до конца же не может а тоже было с дозатором да да тоже было с дозатором ваня это фишки индийских виски похоже ну про цвет даже нечего говорить потому что по всем понятно сахарный колер все эти вещи как бы тут здесь мечтать о том что в этом ценовом сегменте и вообще она не то что мечтать просто ну скажем так если бы они скорее всего прислали без колера был просто прозрачная да скорее всего немножко ромовые тона но чуть-чуть спиртозненько сверху сразу такой с пиртуозным даже сказал какой-то реально сахарный тростник наш вот это пастила что-ли вот такой вот такие вот ромовые то что мне это самое сорняка тростник сахарный там чуть-чуть кокоса такого кокос цветы однозначно есть вот эта тропическая фруктовость легкая там за на нас небольшая бананы да 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 кстати он поярче в запахе чем он не знаю конечно дальше будет развиваться он менее спиртуозный чем тот салан и он мне ну он в запахе вот он приятнее у него аромат поярче по меньше такой самогонистости здесь не знаю может здесь как раз таки бочки использовали там нет там щепу она тоже есть вот этого немножко затхлого огорода затхлого дерева но они не так сильно как мне здесь гораздо меньше этого на самом деле это больше похоже уже на такой напиток более лекарственная какая-то тема там в плане там не знаю каких-то трав а по мне тут какие-то зверобои что-то вот такое там не знаю даже алло это может вот такой вот пахнет мало я такой больше нет ни будь больше не такие зверобой чабрец вот в эту сторону что-то вот районистость я про них хотел сказать луковые что-то травы до травянистись такая на слегка подкопченная потому что ну в аромате вот эти фрукты они такие немножко такие вот слушаю на самом деле мне запах его нравится достаточно для бленда он пахнет очень неплохо он практически не спиртозный и мне нравится он пахнет именно вот региональность запахи соблюдается ниже пошло уже чуть что-то более лучше мне даже больше это напоминает но больше его кстати больше вот этих травянистости глубже идет больше идет именно из зерна как сырья и медицинская тема чуть-чуть появляется есть вот этот какой-то вот все равно ну да она как троху вот как это как ты типа медицинские настойки вот такие типа карвал олов валерьян да но такое не совсем не такая не лафройговая прямо со спиртуозника такой если брать медицинскую тему но именно вот эти вот какие-то отварчики наварчики заварчики вот что-то такое да кстати вот еще сказал данные черный чай однозначно такой я бы даже сказал какая-то мята мелиса тут это вот вот эти вот все она кстати глубже пошло больше вот этого не нравится потому что она реально сырье чувствует не просто самогонка самогонкой тут уже и тут уже заморочились чуть-чуть не а тут запахи очень даже неплохо я бы сказал что мне как бы а учитывая что здесь то больших ожиданий сильные нету то здесь получше запах гораздо чем у просто есть на на маленький такой off ноут такой немножко ямы какой-то такой непонятный ну я к этому нормально слушать шоколад шоколад проступает причем такой знаете он не горький не молочный а такой где-то вот середины какой-то процентов 60 туда-сюда которые может быть ну что пора попробовать неплохо есть легкая мятная нотка но чуть-чуть спиртуозный особенно в послевкусии немножко есть такой очень спиртуоз но не спиртуозным как-то но она такая ну как ты сказал короче крепкий алкоголь чувствуется хорошо просто мне скажем так все что касаемо вкуса само по себе отдельно мне в принципе ну про почти нравится это даже чем-то айлу напоминают потому что торфяны и копченую ерунду есть у сюда да но вот отдельно спирт он как-то язык обжигает и как-то тоже короче здесь анонска здесь немножко такой вот я бы то сказал водочности в плане вот этого обжигания спиртозность называется да 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 этот кофейные ноты послевкусие нет я не назову это спиртозностью которая противным спиртом а именно вот такой вот но что виски обычно не так жгут у них нет спиртозность когда ты чувствуешь ароматы там не вот это все не крепость когда знаешь она собирается лишь из чего-то а когда у тебя просто чувствуется именно надо здесь так вот немножко есть это короче такая штука я сейчас попробую не знаю второй глоток немножко больше на язык потому что мне как-то его обожгло я туда вообще выкинул просто с языка ну вот это так если на языках хорошенько раскатать почувствуется сырье хорошо хорошо чувствуется зерновая составляющая я прям не представляю откуда его тут бочки или щипа что там у них на чем они там это держит очень много кофе травы много тоже лекарственных легкая трофенистость а немножко и фруктов практически нету в кучу они есть но они такие знаешь уже прям который 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 реально забыл на костре вот они примерно вот такие они для меня просто они ушли на второй план и там даже не на втором не можете на третьем то есть на самом деле у него такая вот это вот я бы сказал медицинская отварная тема вот она прямо рулечить чуферочек да тип то слушайте ну вот есть травяные смеси для заварки типа чаев да то есть где там ну вот что-то это у меня этот я причем еще креп крепенько заварите сахар сахарку салар био беру там разные линейка до печени от простуды вот я иногда получается могу себе чай заварить пойти там заниматься делами прийти через полчаса и вот что-то вот такой вот когда это да уже в этой банке настоялась так она уже такое знаешь я тоже помню раньше там ну давление там все эти дела то есть тоже пьешь такой ну какие-нибудь там травяные эти штуки рекомендовали как бы для поддержания общего жизненного тонуса и тоже помню заваришь знаешь а их там надо оставить же в банке чтобы она села хорошо и такой тоже потом так вот что-то вот такое есть эта тема вся тут короче на самом деле неплохо ну ну кстати сейчас шоколада придет вообще до черта вот я тебе говорю это я не знаю как это работает это психология чистой воды потому что вот когда просто на вкус и аромат аромат ну чуть-чуть там шоколадки еле-еле на ощущение пробуешь когда тебе много на вкусе все в мозг и в нюхать у меня прямо честно у меня это самый кофейный напиток номер один не у меня просто на самом деле здесь такой момент мы ну как приехали это первый час обзор вот мы чтобы немножко разогреть рецепторы немножко там по 300 грамм от пива выпили но олег после а я впил это пиво которое чуть-чуть шоколада не в чем прикол а я такой тип ну олег тоже не дал попробовать я такой сейчас это выпил а ну что то нет я просто а мы точно не из этих пили они отдельно стояли так бы реально подумал что как будто знаешь просто осталось здесь того пива реально вот это вот отварно отварная тема и шоколадка на самом деле слушай неплохо достаточно и самое главное ему в плюс не противно что он выигрывает в прямом сравнении у своего оппонента просто номер 1 просто потому что меньше самогонистости а вот это уже ближе похоже на виски нет здесь больше осознанного напитка да 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 здесь однозначно вот именно грубо говоря понятно что люди заморочились там не знаю там щипа не щипа бочки не бочки там или эссенции эссенции здесь видно что есть какое-то стремление именно тому какой виски должен быть ну и кстати вот он чем больше стоит в бокале продышивается тем спиртуозность подходит слушай вполне неплохой бленд очень да еще кстати вот по ароматами да еще такие подвяленные ягодки красные ну тут оно все вот это вот где-то даже я даже клюкву здесь смогу найти погоня на самом деле вот не думайте когда могут допустим сейчас проводку пожирной виски да там начинаем рассказывать ой там вот это во все миллионы чувствуется да и думайте что она вот такой прям яркой там когда рада горьи когда какой-нибудь сингл молоте нет это это такое то это все за плечами чего-то а основа всегда будет в любом вот недорогом вискаре да и дорогом тоже основа все равно у вас будет чувствоваться вот эта зерновая как бы основа ну сырья то есть только единственное что в сингл молоте если там не бешеные какие-то бочки там 30 лет уже ну только еще в сингл молоте это одно сырье да то здесь соответственно чувствуется больше как мы говорим этого нью-мейка да которые просто ну вот разные не совсем нью-мейк можно сказать зерновой самогонки где не из одного вида делали а я проще говорю тут просто больше чувствуется водки на самом деле потому что грубо говоря здесь особенно какое-то выгнанное количество самогона вот оно типа идет как потом виски да этот нью-мейк вот а еще кусок которые разливаются подешевле было это тоже из просто на крепости 90 как вот они сидячут на 88 вот этих вот градусов предельных да там которые могут быть ну для виски по моему в общем-то очень предельные не подожди тебе когда идет зерновой спирта как сингл грейм который типа смешивать то есть там у к это как водка 96 а все тебе да то есть вот когда тебе говорится молотовский там 20 а этих 80 20 20 это тех вот которые 8 10 копейками а остальное все 94 96 можно конечно и меньше но как правило это не целесообразно невыгодно и уже проще соответственно они здесь тоже там 10 процентов добавили того что свое остальное вот этим вот девяносто с плюс процентным разбавили и все кстати вот вопрос да вот очень сильно похоже на выдержанную водку прошла был саланном рван тут хотя бы уже на виски похож ну что то тому мы по моему 7 поставили там блин я не знаю 7 25 просто чтобы выделить так вот всем с половиной так уже спокойно поставил потому что на самом деле ну не опять же я говорю и учитывая как бы если посмотреть там даже потом на ценник что это хороший в своем сегменте вариант чай по ценникам не могу сказать потому что на самом деле сейчас очень сильно скакнули там уже red label стоит там уже за две тысячи и выше поэтому наверное да до 50 рублей на белорусский наверно в общем ладно еще раз извините за авто все мы здесь сейчас сказали все оценки поставили большое спасибо что вы были с нами и вы с нами остаетесь его подписаны в общем пейте хорошие напитки присоединяюсь ко всему уже сказано ваше здоровье